Профессиональная работа, дружный коллектив и высокие достижения. Спортивной школе Одинцова исполнилось 15 лет. Занятия в отделениях проходят по 9 видам спорта. В числе популярных – бадминтон. В школе наиболее энергоемкие по численности отделения – это, безусловно, футбол, хоккей, бадминтон. Только в январе месяце 735 наших детей приняли участие в различных соревнованиях, начиная с регионального уровня. Я работаю 13 лет в нашей школе. Но какая основная задача тренерская? И массовость, и результат. Поэтому у каждого ученика своя цель. Действительно, цели у всех разные, но в основном юные спортсмены настроены серьезно. Анна и Артем занимаются бадминтоном около 8 лет. Недавно ребята завоевали призовые места областного турнира и получили спортивный разряд. Последний турнир у нас проходил в городе Раменск. Это было первенство Московской области. Там было очень много участников с разных городов. Это был довольно сложный турнир. Там было сложно завоевать призовые места. Но нам повезло с распределением сетки с игроками. Мы там показали всю свою силу. Мы смогли побороть более сильных соперников. Мы старались сейчас играть на области, Московской области, ради школы тоже. Потому что знали, что будет 15 лет, круглая дата. Очень старались. И самое большое количество медалей мы на этой области и, соответственно, и выиграли. Ребята приходят заниматься с 6-7 лет. По словам тренеров, в каждой возрастной группе индивидуальный подход. Тренировки всегда направлены на результат. Мы их получим основным базовым приемом игры – движение на ногах и игры с ракетками. На сегодняшний день в спортивной школе бадминтоном занимаются 314 человек. Ребята становятся победителями и призерами соревнований разного уровня. За 15 лет это новое поколение, которое стало более активным, имеет активную жизненную позицию, себя развивают, приучаются к спорту. На будущее спортшкола Одинцова уже наметила цели. Одна из самых главных – раскрытие новых спортивных талантов. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.